Приветствую всех кто смотрит, горячо поздравляю всех с самым любимым праздником в нашей стране для подписчиков своего канала и для клиентов винтажной лавки особенно горячие поздравления и сегодня для вас выпуск будет посвящен новинке винтажной лавки, которая появилась сегодня в каталоге и будет доступна для моих клиентов вот эти замечательные джинсы с под маркой Райфл для многих это далеко не новинка, эти джинсы уже производятся очень долго и я бы сказал больше 10 лет это точно для многих эти джинсы стали таким, вы знаете, камбэком, стартом в прошлое, первыми джинсами когда люди поменяли свои взгляды в сторону старой винтажной джинсы эпохи советского союза то есть они отбросили весь масс-маркет и движимые ностальгии вернулись к старым джинсовым традициям которые были когда-то во времена советского союза и для многих как раз именно вот эти джинсы стали таким трамплином в свою ностальгии, в свое прошлое обращаю ваше внимание, это не винтажные джинсы Райфл это джинсы, которые производятся сегодня, в данный момент они доступны в разных размерах и, что самое приятное, они доступны по цене и сейчас они уже стали доступны винтажной лавке на самом деле, я вам уже много снимал видео про джинсы Райфл, про компанию Райфл показывал на своем канале джинсы итальянские, винтажные из 80-х годов джинсы Райфл из 90-х годов, которые производились на совместном предприятии в Краснодарском крае а потом в Узбекистане и вот сегодня дошла очередь вот до этих замечательных джинсов Райфл наших дней на самом деле для меня было вопросом противоречий добавлять ли эти джинсы в каталог винтажной лавки или нет поскольку, как вы знаете, компания Райфл сегодня перестала существовать она загнулась от коронавирусного банкротства которое случилось с ней в 2020 году когда компания Райфл консилизировала все свои товарные запасы устроила громадную распродажу и, в общем-то, канула в лета откровенно говоря, я не сильно был разочарован потому что одежда джинсовая под маркой Райфл перестала для меня существовать гораздо раньше а именно в 90-х годах вот первый раз, когда я под маркой Райфл увидел какие-то штанишки всех цветов радуги, сделанные непонятно из чего но на них вот был лейбл Райфл я понял, что это все, это конец но в 90-х годах была еще некая инерция когда на совместном предприятии в Приморск-Коктарске еще шились лицензионные джинсы Райфл как вы помните, они были такого бананистого кроя и были джинсы прямые, модель 93-80 но, честно говоря, это длилось недолго где-то до середины 90-х потом под маркой Райфл поступала на рынке какая-то Турция кстати говоря, многие москвичи помнят в Лужниках все было забито этими Райфлами в начале 90-х был фирменный магазин на Кутузовском проспекте где продавались еще старые традиционные джинсы Райфл но, короче говоря, все это быстро свернулось и хороших джинсов под маркой Райфл просто не стало в 90-х годах уже а все новые оригинальные продукции под маркой Райфл уже в 2000-х и 2010-х годах мало чем отличались от барахла из масс-маркетов это было такое абсолютно неинтересное, абсолютно безликое тряпье несмотря на то, что на ней красовалась марка Райфл несмотря на эти все красивые названия типа капсульная коллекция какая-то лимитка с отсылком на винтаж или какие-то там коллаборации как сейчас модно называть во все это было заигрывание с модной фэшн-продукцией все это было сделано совершенно из уродской испорченной ткани какой-то полусинтетической это был дурацкий хипстерский крой непонятный в общем, вы понимаете, о чем я говорю вы наверняка видели современную продукцию Райфл итальянскую и для меня, как винтажника, ее не стало в 90-х годах я понял, это все, это конец поэтому я не сильно расстроился, что компания, в общем-то, дала дуба но, но, несмотря на это, как это не парадоксально сегодня еще производится и продаются вот такие замечательные джинсы под маркой Райфл который, в общем-то, абсолютно точно соответствует тем старым джинсовым традициям вот марки Райфл из 90-х годов подчеркиваю, не итальянских джинсов Райфл 80-х-70-х годов а именно тем, именно той модели 93-80 прямой классической модели Райфл которая еще шилась на совместном предприятии в Краснодарском крае и в Узбекистане вот эти джинсы, друзья, и о них сегодня пойдет речь на самом деле, я долго колебался в носителе эти джинсы в каталог винтажной лавки потому что остаются непонятными вопросы связанные с местом производства я подозреваю, что место производства у них менялось также, друзья, скажу честно у меня нет информации по лицензии под которой они производятся несмотря на то, что сама марка, в общем-то, она здесь заявлена она обозначена но, но, потом я сделал вывод я прекрасно знаю, что многие из вас уже даже больше 10 лет назад покупали эти джинсы меняли их неоднократно я многие, многие из вас такие джинсы уже износили не одни многим из вас эти джинсы нравятся я прекрасно знаю, что вы их все равно будете покупать и вот эти вот все моменты связаны со стороной производства с лицензиями вас мало волнует по одной простой причине потому что эти джинсы классные и недоступные и сегодня вы это увидите я расскажу вам про них я вам их покажу во всей красе расскажу, какая у них есть главная фишка и вы сами сделаете свои выводы но уже в первых числах января эти джинсы будут доступны для отправки во всех размерах поэтому, кто хочет ссылки под этим видео итак, начнем ну давайте сначала рассмотрим те явные элементы это флешер поясный тег и кошкартонный патч брендированный ну, многие из вас знают что, наверное, ни у кого не было больше разнообразия флешеров как у джинсы фрайва он был и такой в 70-х в 80-х он был вот такой какого только не было одним словом и вот этот флешер синий-красный он сохранился надолго что на нем обозначено вы и так вот видите многие могут из вас прочитать на поясном мы видим указание размера кошкартонный патч выглядит классическим образом как на тех джинсах 90-х годов повторяю здесь тоже менялся цвет шифта какие-то другие были обозначения но это не суть как важно тем не менее все здесь в общих чертах сохранено так вот аутентично вот как это сегодня выглядит сразу вы меня спросите какой же тут флажок к сожалению тут вот такая закрепка стоит что мне трудно показать но край я вам покажу вот он то есть такой синий-красный естественно вот этот табик каких только цветов он не был когда-то это был и белый и черно-желтый и красно-белый ну каких только не было вариаций давайте посмотрим на другие детали этих джинсов первое что конечно мы увидим это вот этот вот липодобный карман с закругленными уголками который вам хорошо известен по многим джинсам повторюсь эти джинсы друзья сделаны по образу подобию модели 9380 90-х годов которая шилась у нас на совместном предприятии и массово продавалась на таких рынках как Лужники и фирменном магазине Райфл в Москве он отличается от итальянских Райфл 80-х годов здесь как вы можете видеть карман не такой длинный на итальянских он был вот такой несколько приталенный зауженный вот здесь вот в этом месте он был немножко подлиннее в общем одним словом выглядел по другому вот этот карман выглядит как на Райфл 90-х годах практически идентично закрепка валиком вообще говоря глядя на данные карманы можно сразу сделать вывод что джинсы эти шились вернее шьются на специальном оборудовании предприятия которое отлично оснащено всеми машинками для разных операций для разных этапов производства таких в общем-то машин около 10 насколько я знаю здесь все выполнено со знанием дела со знанием жанра очень-очень аккуратно педантично сами вы можете видеть вот посмотрите как выполнена кокеточка шлевки я думаю тут какие-то комментарии излишни наверное тут все говорит само за себя вот смотрите сами как это выглядит давайте теперь посмотрим с фронтальной стороны что тут есть интересного да друзья вот эти самые классические заклепки сделаны из такой вот латуни здесь мы видим брендированную гравировку опять же вот если сравнивать с итальянскими райфлами здесь увидим что именно сами клепки здесь как на райфл 90-х годов из совместного предприятия на итальянских он такой был несколько другой углубленный такой вот ну вы можете на моем видео посмотреть из архивов вот так сегодня выглядят пуговицы на современных джинсах райфл она естественно тоже претерпела некие изменения но здесь мы видим фирменную гравировку такое вот солнышко здесь также мы видим не длинную молнию кейкей это связано с тем что посадка на этих джинсах невысокая она средняя для размера 31а34 она соответствует 28 сантиметров передняя посадка поэтому здесь молния не длинная молния марки и кейкей ну давайте теперь посмотрим какие-то другие детали вот как выглядит петля как вы можете видеть все сделано классно на профессиональном оборудовании кустарчина какая-то которая шьется где-то там на кухне обратите внимание все сделано очень-очень хорошо вот посмотрите как выглядят классические машинные швы в замок соединительный шов кокеточный шов вот посмотрите специально вам увеличить это делаю я специально для того чтобы вы могли сделать вывод о профессиональной сборке профессиональном пошиве который делается хорошо обученным персоналом на специальном оборудовании вот так сегодня выглядит этот вот поясный тег здесь сразу хочу обратить ваше внимание нет традиционного пиктографического красного тега по уходу за джинсами который вы могли видеть на джинсах райфла такого который вшивался в пояс потом он вшивался под молнию вот сюда на этих джинсах этого нет и собственно я не сильно об этом горюю потому как этот элемент какой-то важности именно для меня вот он не представляет давайте посмотрим мешковину кармана ну хлопчатобумажная ткань здесь мы видим также гравировка на внутренней стороне заклепок в общем вот вы сами можете видеть джинсы сшиты очень качественно очень аккуратно профессионально ну все остальные элементы еще раз вам приближу чтобы вы могли их рассмотреть поподробнее и главная фишка этих джинсов главная фишка это вот этот внешний запошивочный шов замок для тех кто не понимает о чем я говорю я напомню те кто носили джинсы в 80-х годах в Советском Союзе они хорошо помнят вот эту деталь сегодня она для них является неким фетишем не скрою для меня тоже многие очень любят эту фишку вот этот толстый запошивочный шов замок сделанный снаружи вот я вам его покажу изнутри как он выглядит вот он и обратите внимание главная фишка что он идет снаружи а не изнутри как практически на всех джинсах в райфу хоть 70-х хоть 80-х годов на итальянцах этот шов был сделан вот здесь вот изнутри здесь же изнутри вот этот внутренний шаговый шов выполнен обычной классической прямой строчкой плюс оверлок а внешний шов вот он толстый такой вот закрытый запошивочный почему его любят потому что когда джинсы начинают терять индиго он стаёт объёмом красивым видимым таким с видимым 3D эффектом многим это очень нравится прежде всего из ностальгических соображений и я действительно в детстве очень любил когда внешне этот шов выделялся и он был очень красив и вот дизайнеры которые создавали именно вот эту модель огромное им за это спасибо не только потому что вот эта характерная деталь для джинсов в 80-х годах теперь имеет такой вот аутентичный вид вот как раньше да здесь ещё есть одна очень важная фишка и она связана с внесением коррекции в крое этих джинсов о которых я скажу позже сейчас мы пока посмотрим сам деним деним абсолютно точно соответствует заявленным 14,5 унциям это 100% катон это жёсткий ничем не обработанный деним без всяких вошей без всяких манипуляций с деним которые я называю порча ткани здесь вот такой вот толстый жёсткий риджид анвош как его называют что касается цвета крошения нити индига вы сами можете видеть он такой тёмный плотный густой с такой вот характерной текстурой очень хрустящий ну в общем к дениму здесь не придраться и абсолютно точно он соответствует тому старому дениму модели 93-80 90-х годов на итальянских джинсах итальянских райфлах деним был более светлый он такой был сероватый оттенок вот это именно тот деним который был на райфлах 90-х годов который продавался производился у нас на совместном предприятии в Краснодарском крае и продавался вот на рынках здесь вот в этом плане он аутентичный итак давайте теперь поговорим как же эти джинсы скроены я вам уже повторюсь что джинсы соответствуют модели 93-80 которые имеют прямой классический крой не широкий в бедрах но в то же время это не слим крой и имеют прямой кат то есть прямую штанину от колена к низу то есть это вот такая классическая такая вот классическая модель как вы знаете райфлы еще имели такой бананистый крой другая модель эти нет это вот такая джинсовая классика прямой slim straight вернее regular straight я бы сказал не могу эти джинсы назвать slim потому что в сравнении с моделью 140 они чуть пошире в верхнем блоке в бедрах но в то же время это не 505 модель не 47 не 13 а тренгер если такое сравнение делать я бы сказал это такой свободный слим теперь вот для тех людей кто любит носить буткат или прямой крой он это получает сразу в базе то есть люди останутся довольны те кто носит вот такой силуэт для людей которые любят зауженный кат такой вот клин к низу для них тоже есть хорошая новость вот опять мы возвращаемся к этому вот к этой конструкции шовы штанин вот этот вот толстый запошивочный шов он снаружи поэтому если у вас возникнет желание сделать такой вот зауженный кат такой сужающийся клин книзу это вам удастся сделать легко без потерь пропорций если вы конечно не будете переусердствовать и вот этот вот простой прямой шов с внутренней стороны он позволит мастеру которому вы отдадите это сделать недорого сделать это быстро и без видимых каких-то потерь силуэта поверьте я сам этим пользуюсь когда мне это нужно отдаю мастерам и поэтому вы можете заузить штанину так как вам захочется и у вас не возникнет таких сложностей как если бы этот шов был вот этот толстый запошивочный ну как правило я не злоупотребляю вот вот такими вот заужениями я как правило если это делаю то совсем немного часто даже не приходится делать вот отрез этой ткани просто джинсы зауживаются вот таким же прямым швом изнутри и такой вот появляется небольшой клин книзу джинсы выглядят несколько более аккуратными по ноге от колена до низа в общем я надеюсь вы мою мысль поняли и поняли в чем состоит преимущество и еще раз я говорю огромную благодарность дизайнерам которые прочувствовали вот этот момент они видимо хорошо знали вот эту фишку вот этот вот фетиш который многие любят винтажники также можно сказать что они учли вот этот момент с внесением коррекций в крой штанина в крой ката огромное им за это спасибо скажу однозначно мне это нравится гораздо больше чем на традиционных райфел которые имели вот этот шов изнутри вот поэтому пользуйтесь вот этим моментом то есть вы получаете две выгоды в одном флаконе и слава богу что это так и я абсолютно здесь не скучаю вот по этому элементу как он был на оригинальных джинсах на старых джинсах из 80-х годов и так ну еще из каких-то особенностей кроя вы здесь можете видеть также вот этот силуэт сужающегося бутылочного горлышка я имею ввиду часть которая относится к поясу видите как он сделан да то есть он не прямой а вот такой вот имеет силуэт сужающегося бутылочного горла ну во всем остальном повторюсь эти джинсы они будут в общем-то по силуэту они будут свободными в то же время это не слим ну а что касается ката что касается кроя самой штанины я вам уже все подробно рассказал скажу пару слов о размерах эти джинсы сегодня доступны в размерах от 30 до 38 ростовка здесь одна 34 заявлено но несмотря на это здесь джинсы подойдут вплоть для роста до 190 сантиметров потому как реальный инсим здесь где-то 80-89 сантиметров эти джинсы они предназначены для подгона по длине под свой рост когда вы их обрежете под свой рост вы не понесете каких-либо потерь в крое потому что здесь абсолютно идентичная ширина ката что внизу что выше на 5 на 10 сантиметров вы абсолютно ничего не теряете но рекомендую конечно оставлять некий запас для усадки это где-то от 2 до 4 сантиметров в зависимости от вашего роста то есть чем ваш рост длиннее тем вам наверное больше нужно оставить потому как несмотря на то что джинсы жесткие не стиранные не обработанные это 100% хлопок который в любом случае будет давать усадку прежде всего по длине она здесь большая не будет как на сырых рот джинсах но тем не менее от 2 до 4 сантиметров в длину я бы конечно делал бы вот такой запас по объему они сильно садиться не будут максимум 1 сантиметр например в поясе если вы не хотите чтобы они сели ставьте распорку струбцину и вы даже можете пояс для себя растянуть по комфортной ширине для вас видео я тоже снимал как это делается поэтому сегодня останавливаться на этом я не буду еще раз покажу вам крой брючины вот так это выглядит друзья обращаю ваше внимание здесь с края не оверлок а здесь все-таки подогнуты обычным таким вот классическим путем ну что могу сказать еще раз повторюсь слава богу что сегодня джинсы под маркой рифл с аутентичным кроем прямым классическим сделанным из классического жесткого такого вот темного густого индиго денима с правильным окрасом в общем-то все в этих джинсах друзья есть чтобы получать от них большое удовольствие и я думаю вот эти вот все замечательные выгоды они позволяют нам не заморачиваться на всяких вот этих элементах связанных со страной происхождения которые непонятны на сегодняшний день вот с этими с моментами касательно лицензирования этих джинсов тоже мне на сегодняшний день непонятно поэтому не могу я вам вот это буквально вот так вот однозначно категорично озвучить нет я также прекрасно знаю что многие кто эти джинсы уже покупают много-много лет они не задаются вот такими вопросами потому что сами джинсы им нравятся они действительно замечательные они соответствуют всем канонам по которым эти джинсы райфл сшились в 90-х годах поэтому носите их с удовольствием те кто еще не попробовал кстати я и сам не попробовал обязательно пораспробуйте и повторюсь что сегодня они есть винтажные лавки в каталоге и первые отправки начнутся 4 января вы можете это сделать ссылки как обычно размещаю под этим видео ну и под конец наверное еще раз горячо поздравлю всех кто смотрит мои видео кто является клиентом винтажной лавки желаю вам в новом году здоровья и новых джинсов которых вы мечтаете которые вы еще не носили и всех благ до новых встреч до новых встреч